Я надеюсь, на самого себя верить. В самого себя верить. Такого даже у язычников не было, чтобы в самого себя верить. То есть такая глубина бездонная, адская. А я в себя верю. Сегодня на ногах, завтра под столом, в гробу. И сам в себя верю. Как это может быть? Атеист – это человек, у которого ничего впереди нет. Он верит в пустоту. 3000 лет назад псалмопевец Давыд написал в 13-м псалме. «Сказал безумец в сердце своем – нет Бога». Они развратились, совершили гнусные преступления. Нет делающего добро, нет ни одного. Вот причина какая, чтобы ни за что не отвечать. Вы знаете, какая статистика? Атеистов на земле, агностики, которые там бывают, просто безбожники. 8,5 процентов, примерно. 8 из 100. Но на них падает совершенно 99,9 преступлений в мире. А почему? А почему не творить? Почему не делать? Вовращат рулетки-то сидят. Зачем? Блуд. Ждут с кем-то познакомиться, чтобы ни за что не отвечать. Содом и Гоморра. А верующие, они знают, сотворенное Богом и не брошенное. Бог дал закон. Заметь, какой закон. Библия, Святой Евангелие. Человек считает, знает, благодарит Бога, что Отец, Бог послал Сына на землю, родился от Девы Марии, который умер за наши грехи. Умер и воскрес для нашего оправдания. Самая радостная вещь, что Иисус умер за нас и даром дарует спасение, чтобы покаялись и уже не делали то, что делали раньше. Атеист? Я атеист. Ну и что? Ничего нету. Никакой радости. Добро творить, а во имя чего? Главное для себя. Притом о последствиях не думать. Вот Иоанна Златоуста спросили. Это проповедник в 4 веке, самый плодовитый. Я его 12 томов насчитывал на пленку. И вот говорят, умру и ничего больше нету. Он говорит, нет. Нет. А почему? А давай рассуждать так. Бог справедливый? Ну, 2 миллиарда мусульман говорят, да. 2 миллиарда 200 миллионов христиан говорят, да. Бог справедливый. Теперь я ко всем вопрос. А на земле справедливость есть? Да никакой нету. Все захватили, миллиардеры. Такая пенсия маленькая там. То есть справедливости нету? Все согласились? Да. Так. А Бог справедливый? Мы и дальше рассуждаем. Справедливость не восторжествовала. Значит, она в другом месте восторжествует. Где? За гробом. Когда восстанут люди мертвые. И когда будет суд Божий. Страшный суд с большой буквы. И тогда каждый получит по делам. Как жил, живя в этом теле. Тело – это хижина, избушка, в которой душа живет. Об этом говорится 2-е постание Коринфян, 5-я глава, 10-й стих. Всем нам надлежит предстательность судилища Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что делал в теле, живя, доброе или худое. И вот Златоуст Иоанн объясняет на присутствие, так сказать, то, что есть несправедливость. Это, говорит, будет суд Божий. Справедливость полностью восторжествует. Одни пойдут в ад, в гену огненную. Праведники в Царство Небесное, где радость будет со Христом нескончаемая. И такая радость, которой, говорит, на земле даже мысли нет. Вот как и будет все. Мы для этого сюда пришли. Здесь разврат идет сплошной. Процентов 50 раздетые мужики. Вот вы, кстати, не раздетые, слава Богу. И процентов 85 мусульмане. То есть развратники все сюда собрались. А мусульмане, говорят, я говорю, зачем здесь поговорить? Да с кем говорить-то? Вы же видите, что разговаривают несколько. Маленькие дети тебя матерят и все. Ну а зачем? А затем, что ты дома, тебе разрешено. Не Библия, у вас другая книга главная. Вот это вот. Но она, наша книга. Ну да. Вам разрешено иметь официально четыре жены. У нас это считается жуткий разврат православных. А у вас это святость. Разная планка. Но дальше-то их платить колы им надо. За одну невесту иногда надо будет 20 жеребцов или верблюдов дать. А здесь-то сидишь. Не четыре жены, а 44. Да все голые, все бесплатно. Вот вы эти кавказские жеребцы на наших русских кобылах и пашите. Сидят, захохотали. Я же вижу вас. Вы блудящая нация. Страха Божия нет. Я не говорю о всех. У них есть целомудренно живут с одним мужем, с одной женой. Молятся и живут. Они молятся пять раз, намаз совершают. У нас семь раз. И по сто поклонов. Перед Богом. Мы встаем 4,40 всегда, чтобы до работы посчитать Слово Божие, помолиться. У вас какие-то вопросы есть? Секунду, подождите. Так, подождите, я посмотрю. Свидетельство о крещении. О, молодец какое. А как крестили? Полное погружение было, нет? Да. Полное. То есть ты должен в три раза под воду уйти. Ну, образ Божией Матери. Это я знаю. Замечательно. Надо жить теперь соответственно этого. Вот вы, если зайдете на наш Ютуб, у меня свой канал есть. Игнатий Лапкин во свете Библии. Как? Во свете Библии. Вот Библия и Свет. Канал сначала надо написать. Канал во свете Библии. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Это я. Вижу. И вы там увидите, у нас 17 300 роликов. Да. Ну, 42 миллиона просмотров. Мы строим деревню православную с нуля. Нам есть что показать. Мы притом не... Вот как снимаем, так и выставляем. Чтобы люди учились через это. Как с детьми занимаются. Как богослужение идет. Как работаем. Отдыхаем. Все показываем. Вот если вы зайдете по скайпу. Скайп. Знаете такое? Да, да, да. Игнатий Лапкин. Только запишите себе. И вы на меня зайдете с этой фамилией, именем я один. На весь интернет. Игнатий Лапкин. И тогда я вам скину все материалы. У нас большой форум. Большой сайт. Там 41 книга моей тома. Вышли, которая 38 в бумажном варианте. Мои книги. Как мы проехали от Владивостока до Лиссабона. При Балтии, у Скандинавии. Везде дарили книги. В каждую библиотеку 38 томов. Это 750 евро. Для Бога. Потому что. А Бога нет. Мне это ничего не надо. А так-то с Богом. Радость-то какая. Каждое утро. Я не просто хлеб ем. А который хлеб наш насущный. Подавай нам на каждый день. Я вымолил у Бога. А ты скажешь. Я без этого наелся. У меня благодарность. У тебя уже дальше по-другому. По-другому усваивается. Молодежь. Это больницы забиты. Мне 81 год. Я еще одной таблетки не съел. Две голубятни у меня. Я лажу туда-сюда. На велосипеде гоняю. Мне интересно. Видите как. И вы когда зайдете по скайпу. Напомните. Что такой-то, такой-то был. А когда уже друг друга увидим. Я сразу вспомню. Угу. И вот сейчас вы зайдете. Открылась вам? Да. Вот. А потом если зайдете через Google. Сайт. Сайт называется. Не скайп, а сайт. Там вы найдете то, о чем я говорю. Моя биография. Много фотографий. Сейчас, минутку. Сейчас возьми. Скажи, кто? И положи трубку сразу. ЗВОНОК. Кто звонит? Да? 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 Я хочу поговорить с Игнатьем. Не надо мне. У меня времени нет. У меня в очередь стоят с кем говорить. Записывается за месяц раньше. Вот если у вас будет желание. Есть какие-то вопросы духовные. Атеизм это ничего нет. Человек бессмертен. Повторяю, что 2 миллиарда мусульман сегодня верят, что за гробом есть другая жизнь. Это у нас одинаково. Вот этот момент. И 2 миллиарда 200 миллионов христиан. И почти 2 миллиарда там, которые Будду признают. Это понятно, что на 7,5 миллиардов уже атеистам-то остается крохи. Еще не вытворяют. Сейчас интересно, в школе спрашивают, кто такая Надежда Константина Крупская в 10 классе. Это дети уже на перестроечной. И только одна девочка сказала, никто не знает. Девочка подняла руку. А кто она? Она говорит, это какая-то коммерсанша. Это жена Ленина. И никто не знает. Вот и все временно кончилось. А уже какая слава была там. А умерла-то в 1936 году только. Ну, столетия не прошло. А Библия написана 3600 лет назад. Первая глава. 3600. И песнопения те поются. Переведены на все языки мира. Какие, знаю, полностью или частично. Это значит Божье. Оттуда и с той дали. На 2896 наций ни у кого ничего не сохранилось. Ну, одни нашли там в царстве хамурабки какие-то глиняные, обожженные. Кто сколько должен был. Сколько масла взял, пшеницы. Купец какой-то. Ну, и раскопали. А это песнопение. Переведенное. С Богом радость жизни. И это смерти нет. Только переход. К смерти мы готовимся каждый день. Быть со Христом. Вот центральная книга Библии, тут 77 с корочками. Под корочками 77 книг. Бывает книга одна страница, а бывает 50 страниц. 77. Самое главное считается Евангелие от Иоанна. Текст разбитый на главы и стихи. Каждая глава. Самое главное у Иоанна. Третья глава, 16 стих. Называется Библия в миниатюре. Она звучит так. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Делающий добро идет к свету, дабы явно были дела его. Делающий зло ненавидит свет. Они боятся, чтобы снимали, даже свадьбу не дают снимать. Почему? Все темное там. Делающий добро идет к свету. Он не боится. И вот почему у нас много роликов. А у нас все снимается. Вот я начальник детского лагеря. 45 лет был. Сам лагерь образовал. Деревню православную с нуля строим. Чужие дети. Да еще три года в другом формате сейчас находимся. 48 лет я с детьми. Ни рубля от государства. Тысячи детей отдохнули, подняли. А от государства только гнобили нас давили. А мы живые. 21 тысяча сел уничтожено в России. Мы получили землю, статус. Все официально. Государственные школы. Сами построили храм, дороги. Все сами. Скотину разводят, продают. И не ругать правителей. А молиться за них надо. Вот если у вас будет желание продолжить нашу встречу, беседу вы многое-многое получите. Вот на сайте я отвечаю студентам на 4124 вопроса. 55 папок. Это волшебство начинается, оканчивается буквой С. Церковь. Царь. И так дальше. 55 папок. Это на нашем сайте. Вам будет очень-очень интересно. Это сокровище неоценимое. На сайте там 50 книг моим голосом насчитанное. Меня за это дело сажали. Я в пяти тюрьмах был. А теперь реабилитирован со всеми льготами. А льготы какие? Если зубов нет, то вставим. Если сами выбили. Я к ним и не иду за всеми льготами. От власти ничего не дождешься. У меня пенсия на сегодня. 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. 35 лет трудового стажу. 35 лет. А почему? Не давали работать? Я прорабом работал. А как уверовал? Никак, нигде. Только сторожем при милиции. Чтобы наблюдать. Вас как звать-то? Меня Борис. Борис? Да благословит вас Борис Господь. Вот слова Борис как раз перевода нет. Это славянское слово. Да с норвежским видимо связано. А так все слова имеют значение. Вот Михаил. Означает Бог моя крепость. Три слова. Илья. Илья. А, Михаил никто как Бог. Никто как Бог. А Илья. Бог моя крепость. Вот меня Игнатий звать. Значит, по-гречески неизвестный, неведомый. А по-латински огненный. Два перевода. Ну, а это славянское имя, надежда. Это понятно. Надежда, вера, любовь. У русских такое слово есть. Надежда умирает последней. То есть, переживет мужа. Так. Если вопросов нету, мы будем расставаться. Ну, хорошо. Вы на наш YouTube потом заходите. Хорошо. Вы сами посмотрите, как мы с вами беседовали. Как нам хорошо было. Да? Да. Хорошо, зайду. Да. Видите, в YouTube так, чтобы человек не ругался, не пил, не хлюпал, не курил, не жевал. Ну, очень мало. Я не знаю, сколько. Ну, думаю, что примерно на 300 человек один. Так что, сами подумайте. Вы 0,3% составляете того, что не нравится. Видите, наша встреча не случайна. Мы как заходим в рулетку, всегда помолимся. Господи, пошли нам добрых людей. Бывает-то, начинает сквернословить, материться. А о Боге надо говорить благоговейно. Он любовь наша. Бог есть любовь. Он сотворил мир. А все само появилось. Как я говорю? Путем эволюции? Да. Я говорю, давай. Слон и мошка, которая его кусает, это одно и то же? Нет. Ну, а как же? Если дальше это смотреть, путем эволюции, это почти ничего. Так, теперь кит, который плавает, и медуза, это одно и то же? Да нет. Ну, так этого-то я беру только 24, а их таких тысячи разных видов. Растений, рыб, насекомых. До 500 тысяч насекомых насчитывают разных. Ну, и как оно могло? Вот возьми, стрекоза летает и бабочка. У стрекозы четыре крыла, а у бабочки два. Ну, и как? Шмель, маленький шмель, как пчела летает. Все свойства, известные правила аэродинамики показывают. Шмель не может летать. У него короткие крылышки, очень толстые брюшко, а он летает. По сегодняшний день никто не знает. Он нарушил все, какие известны теории динамики. Вот как. И говорят, ну, а вот человек изобрел что-то. А в Библии написано. Люди говорят, вот новое. А Соломон говорит, премудрый Соломон говорит, но это уже было под солнцем. Прежде чем полетели самолеты, птицы уже летали. И Жуковский режет крылья, высчитывает, какой изгиб, а потом на крыло переносит это. А говорят, а вот радарные установки сейчас есть, а раньше не было. А как летущая мышь летает? Она испускает в волну, у нее и глаз-то нету. И она в темноте только ночью летает. Летущая мышь. Это радарная установка. Люди оттуда берут. Дельфина с такой, ну, самый современный катер идет, и она его обгоняет на ходу. Эта тварь. Как так? Бог сотворил. И сколько в ней ума. Какие верны нам кошка-собака. У нас, которые рядом-то. Я уж не говорю про голубей, с которыми я вожусь. Это вообще. Любое кваканье, любое надоест. А голубь хоть сколько воркует, не надоедает. Это Бог так усыновил. Он и называется голод мира. У человека две задачи в мире. Родиться свыше, получить рождение от Бога, новое, духовное, уверовать. И быть Вадимом Духом Божьим. Не сам. Решил, пошел. Решил, надел. Нет. У меня вот она есть. Я могу надеть, слушать наушники. Но пока так слышим. У Бога все вымерено. И вот люди живут, смотришь. Все-все у них есть. Живут. Столько нахватали. Смотришь, 55 лет генерал армии. Ватутин умер. Почему? Мы живем в бедности. В бедности. Отец у нас без руки с фронта пришел. Десять ребятишек. Пять мальчиков, пять девочек. Ни одного больного нет. Видите как? Я вот вспоминаю, мы коров пасли. Отец пасет. Утром выгонишь, корова оправится где-то. Я босиком встану в тепленькое и стою. Жду, когда следующее оправится. Опять туда перебежал, опять стоишь, ждешь. И выросли, и ни одного больного нет. Это Бог дает человеку испытать все и радость жизни. Радость. А от чего радость? Радость от разного бывает. Мне нравится выражение Ленина. Это самый богопротивный человек. Он говорил, наша радость от трудовых успехов. Хорошее выражение. Мы должны работать и смотреть ни на что. Иисус принес для нас спасение. Он взял наши грехи на себя. Вот картина из Третьяковской галереи Иванова. Он руку просер, там Иоанн Креститер, а там с холма Иисус спускается. Он говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Ивангелие от Иоанна 1, 29. Грех мира. Иисус умер за нас и воскрес. Позавчера у нас было воскресенье. А почему воскресенье? Потому что Он воскрес. Мы окружены этим свидетельствами. А год какой, 2019-й, это от Рождества Христова, не просто новая эра. Ты скажешь, а у меня имя Борис. Борис и Глеб. Сыновья Владимира, которые крещение принял. У них святополк один назывался, брат их. Он убил этих Бориса и Глеба. А теперь это отображается у нас на российском ипподроме буквально. Кто такой Борис? Какой он будет? Почему так? У нас есть такие мистические имена для России. Владимир и Михаил. Люди ничего не знают, а считающие Библии понимают. Первым Михаил был царь. Из династии Романовых. 1612 год. Михаил. Сейчас. Михаил. А теперь царь Николай отрекается в пользу брата Михаила. 3 марта 1917 года. И приходит, а в Библии все на три. Третий Михаил Горбачев приходит и уничтожает это государство, Советский Союз. Мистика. Первый Владимир князь крестит Русь. 989 год. В 1917 приходит Владимир Ульянов, раскрещивает Русь. И теперь третий Владимир должен прийти. Страну передать прямо Антихристу. По всей вероятности так будет. Какой Владимир, мы не знаем. То ли тот, который есть, то ли другой будет, или Жириновский. Но на Владимире закончится все. Мы верующие знаем, как события развиваться будут. Деньги исчезнут. Печать. Подошел тебе, сканер сосчитал там, где все, заходи, бери. А нет, значит, сразу дверь захлопнулись, полиция забирает тебя, ищут. Государственные границы исчезнут. Будет одно государство на земном шаре. И один царь. И мы знаем. А столица какая будет? Это Иерусалим. Не Вашингтон. Не Москва. А Москва в один час горит в огне. Алло, это Фурнаул? Не говорят еще, а лекает и не знают. Хулиганы звонят. Вот так. И когда мы начинаем смотреть в Слово Божие, мы понимаем, это правда. Это говорит 13 глава Апокалипсиса. Будет один царь в Иерусалиме. А еврейский народ разбивается на 12 частей. Колено, от кого кто происходит. И колено Данова. С седьмым коленом от блуда рожденный. Может быть, он пропадал, а мать его тут сейчас в рулетке. И он будет царем над всем миром. 42 месяца. 2000 лет назад. 2000 лет назад. Неужели так это кто-то знал? Бог. Вот Чернобыль взорвался. Четвертый блок. Половина Европе глаза засорил. А уже было предсказано. И падет с неба звезда полынь. И воды реки сделаются горькие, и многие умрут. А что такое полынь? Украина. Черное былея. А черное былея, это черное растение, то есть горькое растение. Черное былея, это Чернобыль. Река Припять отравленная. А то все, ну даже толковать не надо. С неба звезда полынь. Имя дано ей. А 666, три шестерки, дано будет. Сейчас везде, где штрихот идет, на любом, где много, и везде 666 в середине стоит. Знак Антихриста. 666. Демон. Видите как? Мы, а это уже предсказано, отпокалипсис 2000 лет назад написано. Поэтому мы верим еще и потому, что ни в одной книге нет пророчеств. Вот у меня здесь мусульмане заходят, я им показываю книгу. Ваша, ваше. Какие пророчества? Будущее, чтобы сказали. Нету ни одного. Если есть что-то, что-то от христиан слышал, записал, что Иисус будет судить мир. Да нет, будет судить другой. Иисус. Вот у нас флаг, называется триколер, полоса. Сейчас я покажу, минутку. Я не знаю, как это видно. Вчера всем раздавали это у нас. Видите? Красное, синее, белое. И не вот так стоит, как в Парижской коммуне, а именно вот так. Этот флаг вне конфессиональный, вне временный. Это божественный флаг, один на всю мировую историю. Его этот флаг могут брать буддисты, мусульмане, баптисты, католики, православные. При любой власти, христианской, фашистской, везде одинаковый флаг. Почему? Первое, человек рождается в крови. И вся жизнь такая на крови основана. Это жизнь земная. У всех, где бы ты ни жил, где-то в тундре, или там, где лианы растут, на Амазонке, или в Африке. Одинаковое рождение у всех. Согласны. А второе, помышляйте о небе, о горнем. И, оказывается, всегда люди думали, как лучше жить, как более нравственно, о Боге. А третье, двадцатая, глава одиннадцатая, стих откровения. «И увидел я великий белый престол, сидящего на нем, от лица которого бежали небо и земля, и не нашлось им места. Сгорит земля и все, что на ней». Белый престол. Родился, помышляя о небе, и после смерти общий суд. Вот что значит наш российский флаг. Я вел занятия во всех отделах милиции, а на рукавах у них так нашитая. Вот это вот. Я спрашиваю, что означает? Ни один не может ответить. Воинские счастья, я там проповедовал, не могут ответить. Я уж не говорю тут, малыши. Мы, русские люди, у Бога на определенные назначены. Если вы не верите, историю смотрите. Татарская ига где закончилась? Мамаева побоище. Весь мир лег к ногам тогдашним у Наполеона. Где закончилась? На Москве. Взял Москву и там и замерз. Дальше только Астерлист будет еще сражение, но там он потерять под поражением. Гитлер дошел докуда? Вся Европа легла перед ним. До Москвы дошел и захлебнулся. Хребет сломали. Ну, государств там много на земле-то. Но все легли перед ним. Там разные Нидерланды, проще полдня. Там две недели Польша устояла. Греция там одну неделю. У России почти четыре года. И все повернули назад. Ничего не было. Первые же годы, первые месяцы 14 миллионов пленных только ушло. Неистощима страна. Стали молиться, церкви открыли сразу в 43-м году. И все кончилось по-другому, чем думал Гитлер. Или сам себя убил, или в Аргентине скрывался. На России мы хотим или не хотим, но это история, я же не выдумываю. И по-другому школе не учат. А Тамерланд пришел, железный хромец. Перед ним все, Багдад, Индия, все было разрушено. Дошел до России до Ильца. И вот ханы стоят вокруг шатра, он всю ночь что-то метался во сне. Это история нам говорит. Теперь... Доброе утро, Игнатий Тихотович. Алло, меня слышно? Это из Америки, из Водя. Так, минутку. Вы можете сразу говорить, не о легахте? На меня хулиганы наседают. Ну, можно так, ты начинаешь говорить, сразу говори. Я из Америки, то-другое. Я сразу бы ответил вам. Да я знаю, знаю. Я знаю. Я знаю. Я в школе преподавала. Я вчера ходил закрыто. Я только восьмерчила пойду. 13 лет уроки христианской этики с 1 по 11 классы. Угу. Такое время хорошее было. У нас тоже христианство было. Да я прошу, когда звоните... А в какой школе вы учились? Александр, когда звоните, только оттуда, кто взял, вы говорите, я Александр с Америки, который... Нет, а какая номер? Я в 10 школах преподавала. Номер? Угу. Потому что на меня лавиной, на меня лавиной, на меня лавиной, мне пришлось заблокировать 11 тысяч человек. Я в 10 школах ходила. Официально, притом, я была устроена. Ну все, все. Так. Все, все, с Богом. С Богом. Вы по скайпу заходите, мы же говорили с вами. Нет, я не говорила. А вы зайдите, сейчас вот я закончил, через часок заходите. Игнатий Лапкин, зарядите и сразу зайдете. Да, да, хорошо. Если получится, у нас ночь. Ну что ж, ночь. Я и самец. Я знаю. Выберите, когда можно, когда встанете-то. Хорошо. Все, огромное благодарность. Спаси Христос. С Богом. Я не мог ответить. Наконец он назвался, кто теперь, я отвечаю. Ну представь себе, на меня нападают где-то, мне пришлось 11 тысяч человек уже заблокировать. Потому что слово не вмещается, они ко мне ничего не имеют. А просто сатана лютует. А для меня это награда. Чем больше они поносят, злословят, один там делает, вот эта жена у меня сидит, делает, голову отрезает, к другим фотокарточкам прирепляет, показывает всякую мерзость. Его предупредили, Алмазов, помилия из Караганды, стардебек какой-то. Пришлось в прокуратуру обратиться. Это прокуратура Алтайского края. Сделали все, собрали данные и увидели безумие. Сделали запрос туда. Там сразу разобрали, мне пришел ответ. Все. Я залез в интернете, ничего нету, все стерто, как будто никогда не было. Вот что значит. А он ничего не признает, блудник живет. Меня это не касается, блуди, но у меня дело. Люди обращаются. Я в тюрьме был, так у меня преступники сколько остановились. Следователь обратился. Это жизнь, во Христе. Ну что, Борис, будем прощаться? Да, тогда. Ну, заходите. Скайп, Игнати Лапкин. С Богом. Слава Христу. До свидания. До свидания.